Доброе утро, дорогие друзья! Город Новороссийск вас приветствует! Мы с вами одна церковь в разных регионах. И давайте сегодня, в этот воскресный день, мы сегодня все пойдем в свои собрания, в свои церкви. Мы будем сегодня прославлять нашего Бога, мы будем сегодня слушать Слово Божье, мы будем сегодня чувствительны к тому, что Бог будет нам говорить. И проведем этот день в общении, в общении с Богом, в общении с братьями и сестрами. И слово, которое я хочу, чтобы осталось у вас сегодня для назидания, это послание к евреям, 13 глава, 1-2 стих. Автор здесь говорит, братолюбие между вами да пребывает, странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Аминь. Друзья, здесь два таких слова, знакомых нам, братолюбие и странолюбие. На самом деле, они очень взаимосвязаны. Если мы любим сегодня братьев, сестер, если мы любим сегодня церковь Божью, то мы их приглашаем в гости. Мы собираемся у себя дома, пьем чай, общаемся. И тем самым мы даже сами, может быть, не понимаем, когда мы приглашаем святых людей к себе в дом, мы оказываем гостеприимство ангелам. И так и есть. И вот знаете, сегодня вот лето, оно такое время, когда приезжают гости, особенно сюда, к нам на юг, которых ты давно не видел, ты так рад, ты готовишься, и ты хочешь пригласить их к себе в гости. Ты приглашаешь их, и тем самым ты как бы исполняешь вот это повеление, вот эти заповеди, которые здесь нам говорит апостол Павел. То, чтобы мы с вами не забывали странолюбие. Друзья, подумайте об этом в этот воскресный день, когда вы придете в свои собрания. Может быть, у вас дома сегодня есть какой-то тортик, или чай хороший, или кофе. Возьмите и посмотрите на какого-то брата, сестру, с которым вы давно не общались, но вы уважаете, цените, и просто любите этого человека. Он же ваш брат или ваша сестра. Пригласите его к себе домой, окажите ему гостеприимство, а может быть, ангелы к вам придут в гости. Я благословляю вас в этот день, всем хорошего воскресного служения, благословенного времени, и пусть Бог благословит вас братолюбию и странолюбию. Аминь.